Всем привет! Новогодние праздники – отличный шанс, чтобы посвятить время себе и близким, начать разбираться в новом направлении и погружаться в крипту. Приглашаем вас на наши бесплатные вебинары о том, где и с помощью каких инструментов можно зарабатывать в крипте и DeFi. Переходите в наш телеграм-канал, там вы найдете пост в закрепленном сообщении с информацией о графике вебинаров на эти праздники. Выбирайте подходящую вам тему и дату и присоединяйтесь к просмотру. Начни свой путь к финансовой свободе в новом году. Я в чате хантеров писал, повторяться там, искать, находить не буду. Про Ronin информация скидывалась там почти 12 месяцев назад, когда он стоил 50 центов, и я лично писал, что выглядят они бодро. А выглядели они бодро по той причине, что рынок скорректировался там на 80-90%, а актив Ronin скорректировался на 50-60%. С чем это было связано, непонятно. Возможно, у них более такая локально закрытая система, а возможно, просто они молодцы. Они там пилят, у них свой блокчейн, по сути говоря, для разных play-to-earn проектов. Play-to-earn проекты разбиваются. Если вы помните, была такая игра, там зверюшки, короче, гасились. Axie Infinity. Вот это они с этой игры начинали, и там прям модная команда. Молодцы, хорошо развиваются. Вот, собственно говоря, этот токен Ronin. У них есть свои бриджи, есть ссылки, я тоже скидывал. Кота на RoninChain.com называется сайт, и здесь у них нужно будет устанавливать кошелек Ronin. Он устанавливается в виде расширения, так же, как и Metamask. Видите, у меня 8560 Ronin, это не сегодня, а 8560 Ronin, это почти 15 тысяч долларов, что меня не может не радовать. И это помимо того, что мы еще размещали в пулы. Здесь есть, тут все работает точно так же. Что такое катана? Катана, это, по сути говоря, свапалка на Ronin. Видите, здесь есть различные активы, здесь есть там эфир обернутый, и все. Здесь можно свапать, здесь можно предоставлять ликвидность в различные пары. Здесь есть, если вы предоставляете ликвидность, то вы еще можете получать доходность от предоставления ликвидности. И здесь есть несколько пулов неплохих. То есть я не размещаю в Ronin Axis и Ronin SLP, ну, кто там не знает, Axis и SLP, это токены вот этой как раз-таки блокчейн-игры Axie Infinity. И туда, наверное, размещать не самый кайф стратегия. Я размещаю в две стратегии. Видите, Ronin USDC уже накапалось, 7-4 Ronin. Кстати, ребят, здесь летит просто пипец сейчас, 80% опиар. А летит пипец, потому что на фоне того, что рынок скорректировался, многие люди просто поуводили деньги из стратегии. И тут не настолько много, 18 миллионов долларов ликвидности всего. То есть чисто гипотетически, у кого есть свободные стейблкоины, лежат, да, и Ronin, можно предоставлять сюда ликвидность и добавлять ее. Потому что, вероятнее всего, здесь, чем еще пулы эти прикольные, здесь пулы идут не как на Uniswap V3, они как на Uniswap V2, они во всем диапазоне работают. То есть чисто гипотетически, если мы посмотрим на цену Ronin, которая в максимуме, она много стоила, ну, кстати, не так уж и много, 3,5 доллара. Сейчас там, Ronin, до all-time high надо сделать всего 2x, если взять сейчас и разместить в Ronin USDC, купить, грубо говоря, на 10 тысяч долларов Ronin и еще там положить против десятки 10 тысяч USDC, или можете брать 5 тысяч, 3 тысячи, 2 тысячи, тысячу, каждый как-то мыслит, здесь в Ronin не дешевые транзакции, то можно, вероятность того, короче, что цена самого пула в долларовом эквиваленте будет падать, она не сильно велика. А если это произойдет, она упадет там на немного и потом дальше обратно вместе с рынком может отрасти. Но тут каждый смотрит сам по себе, потому что в целом я говорю, что у меня здесь нафармилось Ronin уже больше, чем стоимость самих пулов. Это совершенно однозначно, при том, что здесь у меня пул всего 4 тысячи долларов, 4,483. Это Ronin USDC. Ronin USDC, я считаю, более безопасный пул, и здесь у меня получается в пуле Ronin VTH лежит больше, и доходность здесь меньше. Конечно, правильнее было бы взять вот этот эфир, который у меня есть, поменять в USDC, который здесь есть, и переложить его вот в эту стратегию, где 80%, 84%. Но, в принципе, бог с ним, я уже не буду просто перемещать, и здесь у меня сумма денег больше лежит. Почему здесь больше сумма денег лежит? Потому что на тот момент, наверное, здесь была больше доход. В целом, вот такие вот пулы я считаю среднерисковые. И 80% годовых это много на самом деле. То есть, да, мы можем искать какие-то стратегии разные. Можно пытаться и на Uniswap V3 делать разные стратегии, но здесь прикол в том, еще раз повторюсь, что это V2. То есть, тут в полном диапазоне, то есть, размещаешь котлет в полном диапазоне и получаешь 80% годовых. Достаточно щедрое вознаграждение пользователей за предоставление ликвидности. Я поковыряюсь, если у меня будет там какая-нибудь десятка свободная USDT или там эфира, к примеру, я, наверное, перекину в Ronin. Осталось только, знаете, что вспомнить? Осталось только вспомнить бридж. Какой там бридж? Ну, это надо поковыряться. Он наверняка где-то у них... Информация-то есть. Информация-то есть. Может быть, в доках или еще где-то. Я просто не помню, каким бриджом мы пользовались для того, чтобы это все перекинуть. Но, безусловно, он есть. Окей. Вот, Ronin Name Service. Тут еще они запустили недавно. А, наверное, в апках. Да, сейчас мы здесь его найдем. Смотрите. Здесь есть, ну, во-первых, игры. Explorer, Katana, Ronin Staken. Axie Staken. Вот, пожалуйста, есть бридж. Здесь можно посмотреть уже все, что есть. И, пожалуйста, вот можно депозитить и вездровить. Что тут можно? Там у них есть и туториал. Здесь можно подключить кошелек. А, все. Подключается MetaMask и подключается Ronin. Отправляются деньги. Ну, короче, все очень просто. Вы разберетесь, если не разберетесь, посмотрите, туториал он там есть. Вот здесь в апках он лежит. Значит, также здесь есть еще стейкинг. И вот он в апках здесь был. Называется Axie Staking. Это у кого есть токены Axie Infinity. Сейчас будет делать голову. У кого есть токены Axie Infinity. Да, пошел ты. Не открыт уже. Вот такая вот страничка. Здесь, в принципе, не сильно, как бы, много вы можете заработать. Но у кого просто лежат токены Axie, можно сюда закинуть под 34-кодовых эти токены Axie. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, правильнее будет. И я это прям сделаю сейчас. Сейчас зачем мне стейкать под 34-кодовых токен Axie, когда я могу этот токен Axie тысячу баксов поменять на создать пул, который более интересный. Вот здесь. У меня сейчас Axie должны быть на кошельке. Вот они, 119 Axie. Я могу добавить их в пул. Давайте посмотрим. Я сейчас прям покажу. Ну, такое, как это все делается, почему бы и нет. Мы возьмем сейчас все Axie, которые у меня есть. На 900 долларов я поменяю на USDC. Мы берем наши Axie, все это дело меняем на USDC. Видите, как я придумал. Это хорошая мысля, приходит опосля. Подписываем транзакцию, забираем сейчас это все, все USDC. И вы потом же также через Bridge можете отправить обратно. Сейчас пройдет транзакция. Транзакция прошла. И нам теперь надо создать пул. Пул это Ronin USDC. Пробуксовка хлебала. Обязательно без подачи ликвидности. Без подачи ликвидности. Хорошее выражение. Пробуксовка хлебала без подачи ликвидности. Вот. Мы ставим здесь максимум USDC. Не будем. Это дело 891. Все. Он просчитывает, что нужно 520 Ronin. Нажимаю supply. Confirm supply. И confirm. Подтверждаю. А скажите, видно кошелек всплывающему или нет? Нет, не видно. Хорошо. Есть. Все. Все создали. Значит, заходим в Farms. Выбираем Ronin USDC. И здесь есть кнопка Stake. Все. Он увидел ликвидность, которую я добавил. Я нажимаю кнопку Max. Нажимаю кнопку Stake. Также это все потом разбирается в обратном положении. Чтобы вы поняли, да? Сюда застейкали. Потом нажимается кнопка точно так же. Все. У меня, видите, он сразу пересчитал. У меня здесь 6000 долларов теперь стало. Теперь я буду получать 80% годовых на 6000 долларов. Также в обратном этом. OnStake. Это все забираю. Потом иду в пул. Он увидит ликвидность. Я ее разбираю обратно и получаю два актива. Ronin и USDC. Дальше что хочу с ними, то и дело. Ну, короче. На самом деле очень прикольная история с хорошей доходностью. Все. Мне тут, в принципе, добавить больше нечего. Кто хочет получать 80% годовых с перспективой роста актива, потому что Ronin может дорожать. И кто бы там что ни пиздел и не выдумывал, блокчейн игры будут продолжать развиваться. Ronin, как и AP. Кстати, на AP тоже отличный стейкинг. Я продолжаю стейкать. Прям классно залетает. AP. Ronin и AP. Это такие мощные два прямо фундаментальных чувака, которые молодцы. Все. С этим разобрались. Двигаемся дальше. Что я еще нашел и понял из неочевидного, очевидного. Вообще, Абра токен. Я писал уже несколько раз. Там каждый может воспринимать это по-разному. Во-первых, для тех, кто... Вот еще, про фарминг. Для тех, у кого и просто лежат BNB. Я знаю достаточно большое количество BNB дрочеров, которые прям так любят BNB. И у них просто лежит на кошельках. Я уверен, что такие люди среди сейчас слушателей есть. И я отчасти такой же BNB дрочер, потому что они просто у меня лежали. BNB могут со временем тоже показать себя. Могут они подорожать. И на это есть как бы причины. Сейчас я их попытаюсь объяснить. В связи с этой биржей централизованной нахлобучили. Ему там такое харакири сделал, что он охерел. Его побрили вообще на капусту крепко. И сейчас, конечно, он, понятно, он не бедный человек. И денег у него более чем достаточно. И сейчас, кажется, история DEX, которая на BNB будет развиваться, выглядит еще более перспективно, чем когда бы то ни было. Поэтому в целом и токен BNB может продолжать дорожать. И все. Они не зря еще давно начали. Раньше это прям BNB токен был биржевой. А потом они сделали, вынесли отдельно BNB чейн. И токен BNB это уже стало что-то такое непонятное. В общем, типа какой-то там децентрализованный чейн. Так вот, если у вас лежат токены BNB, и тоже, в принципе, они лежат, и вы ждете, что они подорожают. Что вам терять деньги? Приходите в эту кадабру, открываете тут... Сейчас, посмотрите, что у меня там метамаск какой открыт. Да, открыт метамаск тот, который надо. И, значит, смотрите. Что я могу сделать? Я могу задепозитить свои BNB. Ну, у меня есть в РАПТ BNB, я на них покажу. И получать доходность в размере 23% годовых. Она дышит здесь. Она дышит там 23, то 27, то 19, то 35. Неважно, средняя там будет где-то 25 годовых, наверное. И чем мне нравится стратегия, я людям пытался объяснить, не все понимают, что они, кадабра, делают стратегию именно на BNB. Здесь все активы. Анкор BNB это дериватив на BNB, и обернутый BNB, и BNB X дериватив, и STK BNB. То есть, получается, между пулами, вот как я показывал до этого, в Ronin, у нас есть USDC и Ronin, и там может быть перекос как бы в цене, то здесь перекоса как бы в активе не будет. Ну, то есть, вот сколько вы BNB их положили, столько их и будет. Там цена BNB может менять. И это очень подходит особенно тем, кто либо купил BNB и ждет рост, можно получать еще на эти BNB хитом 23-25 годовых. И это еще не все. И можно, или те, у кого они просто лежат. Все, точно так же выбирается токен, делается апрув, и потом на стейкинг. Значит, когда вы забираете из стратегии деньги, он будет вам отдавать вот в такой пропорции, как здесь и написано. Он вам отдаст 57% в анкор BNB и 42% отдаст в WBNB. Вы потом просто анкор BNB на свапалке, на любой поменяете обратно в обернутый BNB. Там без особых проскальзываний и все, потому что ликвидности достаточно. Все, подписываю транзакцию. И у меня вот эти 0.22 в WBNB переместились сейчас вот в эту стратегию. И стоимость этой стратегии в зависимости от стоимости BNB в долларом эквиваленте, она дорожает. И вот здесь видно, в какой пропорции. Все, видите, пересчитал, добавился. И мне капает вот Абра токен. И помимо токена Абра, мне еще капает токен ПАбра. А токен ПАбра, он дает нам возможность участия в аэрдропе. Я, кстати, qualified, можете меня поздравить. Я в стратегии размещал 10 дней и больше 100 долларов. То есть, если вы размещаете в стратегии больше 100 долларов 10 дней, то тогда все очень круто. Он пишет all strategies bonus 2 из 5, хотя у меня больше стратегии открыта, но и хер с ним. Я нахожусь на сегодняшний день на третьей строчке среди всех, кто получит аэрдроп. И вот этого чувака я нагоняю. Я его скоро обгоню, который на втором месте. Вот этот ворвался дерзкий тип. 28 тысяч ПАбра он получил. Я думаю, что он пиханул в стратегии больше полтоса зеленки, потому что он очень резко набирает токены ПАбра. Но, в принципе, тут гнаться за ним сильно тоже. 25 тысяч долларов я уже в стратегии разместил. И что-то там... Кстати, если вы регистрируетесь по ссылке реферальной, нашей, то я получаю небольшой бонус в токенах ПАбра, не от ваших заработанных денег, а в токенах ПАбра, которые вы размещаете в стратегии. И это круто для тех чуваков, у кого есть комьюнити. Я знаю, у нас Марк смотрит, я знаю, у нас другие чуваки смотрят, у кого есть комьюнити знакомые. Я говорил, что здесь даже не про столько комьюнити, здесь можно найти 2, 3, 4 знакомых, которые с котлетой, которым все эти стратегии интересны. Ну, такое DeFi интересен, и просто им показать, и они туда могут закотлетить, и все. Значит, токен. Токен Абра. Почему я рассматриваю вообще ПАбра, и тут вроде бы кажется с виду, для начала не очень большая доходность. Если углубиться в эти все процессы, да, если углубиться в эти все процессы, то вы поймете, как работает токен, как работает Кадамбра. Она работает следующим образом. Когда вы размещаете в эти стратегии, 5% от вашей доходности проект забирает как success feed. Ну, типа, это как у любого фонда. Все, поработали, вы заработали 95%, они как сервис заработали 5%, потому что они вот сделали для вас это удобно, со смарт-контрактами, которые все делают. Окей. Пускай зарабатывают. И вот эти вот 5%, они выкупают токен. Видите? Generated Profit. То есть, проект с этих стратегий заработал 700 долларов, и выкупил 2090 токенов Абрас рынка. И он постоянно их выкупает. То есть, здесь получается очень неплохая математика. То есть, если бы проект образно вознаграждал людей, печатая новые токены, это было бы как бы херово. То есть, он бы становился дефляционным. То есть, больше бы токенов появлялось, ниоткуда больше нагрузка на стакан и так далее. Здесь обратная история. Они зарабатывают деньги, по сути, в Ампире другие протоколы, которые есть. И на эти заработанные деньги они выкупают свой же токен. То есть, токен отчасти дефляционный. Ну, он чуть-чуть инфляционный за счет ревки, но вот эти вот все стратегии в итоге и стейкинг там на 4, на 6, на 10 месяцев, они это все перекрывают. Короче, здесь с точки зрения как бы токеномики вообще здравый смысл пипец. И я думаю, что рано или поздно я знаю, что они, чуваки, будут закупать и рекламу и у зарубежных блогеров, и у сангешных и так далее. И тут задача построить как бы действительно протокол, потому что Паша, который занимался биржей на Минекс, и на Мисвап, и Кадабр, это, во-первых, низ камеры и достаточно люди с высокими амбициями, и с пониманием рынка самое, что главное, и вот этих вот инструментов Web3, они пошли немножко дальше вот этих централизованных бирж, и вот этой сваповки они наблатыкались нормально. Я просто думаю, что рано или поздно токен начнет расти в цене. И я считаю, что сейчас токен, они начали торговаться на отметке 0.24. я вижу по графику, не знаю, как вы, я вижу точно, что сильно кто-то держит, чтобы он не опускался ниже 0.34. Прямо, прям держит. То есть, да, там не улетает он в космос, но когда кто-то совершает проливы, там ниже, вот здесь вот где-то стоит стеночка, которую не дают прямо. Вот тут была попытка пролить его 0.3392, вот здесь была попытка пролить его 0.34. То есть, покупать по 0.36, сейчас, которая цена есть, она была там 0.34, 0.35, я по 0.34 покупал и уже 0.36. Покупать по 0.36 достаточно безопасно, потому что стартовая цена была 0.24. То есть, здесь нету миллиарда иксов, что очень важно. И вот такие проекты могут потом просто, ну, типа начать стоить там доллар 20. И здесь может получиться точно такая история, как на Ронни. То есть, для рефералов особенно круто, вот как у нас, видите, у нас реферальная программа, у нас максимальный уровень. Что значит максимальный уровень? Это значит, что нам надо было купить 31 250 токенов Абра с рынка и застейкать. я застейкал на 4 года, потому что, когда стейкаешь на 4 года, ты байбэк получаешь сразу 50%. Где он там? Да, вот тут. То есть, если ты берешь любую сумму, типа, вот 21 тысячу, стейкаешь на 4 года, ты ребейт сразу получаешь обратно 10 тысяч токенов. И это 10 тысяч токенов заложены вот в эти АПР. То есть, они отдают тебе токены не как другие протоколы, там растягивают по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Они тебе отдают эти токены сразу, мгновенно. То есть, 22% АПРа они тебе отдают в этом ребейте. Сразу, в одной транзакции. То есть, ты 21 тысячу застейкал, тебе сразу же на кошелек упало 10 тысяч, 155, чуть меньше половины. И это круто. То есть, ты все получил и ты получаешь взамен токены Viabra. Что делают токены Viabra? Они дают тебе доходность, вот у нас доходность 1.73. У нас аккаунт со славой, он на двоих. Просто уже я там взялся его тыкать и я как бы тыкаюсь. Но в целом, как бы, тут наши общие деньги лежат. И вот получается 1.73% доля в протоколе Cadabra. То есть, от тех 5% которые зарабатывают в протокол, 5% мы берем за 100, мы забираем 1.73. Это круто. Почему? Потому что почему надо стейкать? Если стейкать, то сейчас и не надо стейкать, когда Abra будет по доллару. Но я точно знаю, что потом чуваки пойдут и будут стейкать, когда Abra будет по доллару. Потому что сейчас токен дешевый и сейчас получить максимальный ребейт с максимальной реферальной системы, он гораздо круче. Кто, кстати, регистрируется по нашей ссылке, потому что я знаю, есть чуваки, которые не будут регистрироваться по реферальной ссылке, буду регистрироваться по какой-то своей. вы будете получать повышенную историю с этими токенами airdrop, которые можно, потому что вы будете в команде. Вот, такая история получается. И это все очень крутая история. И получается, в целом, здесь все сильно завязано между собой. Ждем airdrop, получаем доходность со стратегии, получаем доходность с протокола и ждем рост стоимости токена. Это мы со слабой ждем. Тут во всем, что, конечно, было сказано выше, это duion research. Ну, вы должны понимать, эти протоколы, они хоть и очень классные, но любые протоколы имеют риски взлома, даже самые крутые на свете. Все, с кадаброй мы разобрались. Ну, и снова, что появилась вот такая какая-то штука Stradex, я не знаю, насколько она будет долго жить, но посмотрим. У нас тут потихонечку люди как бы регистрируются, 45, здесь 16, здесь посмотрим, ничего не знаю, мне просто скинули. За что купил, за то продал. У них какой-то такой софт-ланч очень, они так запускаются плавно-плавно, там по 100 долларов, что будет в итоге, не знаю. Ну, у меня как бы по-ну такому все пока что. Если есть какие-то вопросы, можете позадавать. я пытаюсь поотвечать, если кому интересно. Максим, скажи, пожалуйста, по последней вот этой истории, я тоже зарегался, а покупали токены и там, не знаю, что-то туда закидывали, или просто там пока по репке другу рекомен. Вот эта штука? Да, 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 да. Здесь получается такая штука. Здесь сейчас у них, видите, дэшборды, трейд еще не работает, и здесь получается, выполняя вот эти вот задания, ты покупаешь там токены на на 100 долларов, тут больше купить нельзя с аккаунт. И регистрируешься, получаешь 10 бонусов, покупаешь на 100, на 5 еще, 5 бонусов, 5 долларов тебя начисляют сверху. То есть ты вот это выполнил, и сидишь, куришь бамбук. Кстати, что интересно, чтобы выполнить вот эти штуки, можно подписаться на аккаунт, нажать комплит, и потом от него отписаться, он как бы потом не забирает обратно деньги. Короче, можно там видео-ревью, обзор записать, скинуть 20 долларов, получить, но это мало, конечно, 20 долларов за обзор, ну, не важно. И все, получается, мы пока ждем, ждем как бы запуска, если запуск, конечно, будет. И когда люди регистрируются, то там по ревке вы получаете какую-то там, ну, совсем, совсем копейки какие-то, я вот смотрю, 0022, BNB, 004, ну, вообще там, 008, но мало. Посмотрим, чтобы будет по итогу, когда они запустят. Здесь вроде такая история будет точно, как вот в этих всех хайповых штуках, что токен потом, ну, как бы дорожает, понял, там в цене. Как-то так. В каждой покупке. Вечно дорожающий пирамиду. Вот так вот. Еще вопросы есть. А, рука, вот я вижу. Иван хочет сказать. Allow to speak. Конор Макгрегор, мать его. Иван Конор, говорите. Иван Конор не хочет говорить, он просто поднял руку. У кого, если есть еще вопросы, отвечу, если нет вопросов, то я уже наговорился полчаса. Как провел этот прямой эфир прям. Продолжение следует...